Слёзы матери самые горькие на свете. Спустя год после гибели сына Алексея, боль Валентины Васильевны не утихает. Да и Николай Иванович, отец погибшего на СВ у полковника, делает паузы, чтобы набрать в грудь воздуха, говоря о сыне. Алёша родился. И мы в 1981 году приняли решение уехать. В те времена это было, так сказать, модно, на север. Только пять лет в вагончике отжили. Вот представляете, вот просто ботовой вагончик, ну подключник отопления был, всё. Ну, то есть условия были стеснённые. Он всё это с нами мужественно преодолевал. Там же пошёл в садик, там же и в школу. Вот, то есть условия были серьёзные. Вот, может быть, с этого всё начинается, так сказать, характер и всё. Хотелось ему стать военным, да, и в школе, потом, как бы вот эти были лидерские качества. Вот, и там вот есть, везде съёмка у нас, вот выпуск, 11 класс. То есть у меня уже твёрдо принято решение именно поступать в военную. Никакие другие варианты вообще не рассматривались. В Дальневосточный военный институт Благовещенска Алексей поступил без сложности, пройдя строгий конкурсный отбор и став студентом факультета морской пехоты. После окончания карьерный рост у меня тоже был приличный. В смысле, вот, прошёл все ступени офицерской, так сказать, офицерской карьеры, начиная с командиров взвода. Начинали они служить в городе Темрюк. Да, там батальон морской пехоты стоял. Ну, это вот та же 810-я бригада, просто он как бы отдельный батальон стоял. Вот, и вот рост, рост, рост. Участвовал ещё в качестве кондрерута в грузинском конфликте. Потом была служба в Симферополе, командировки в Сирию, Чечню. В ноябре 2021 года Алексей возглавил 810-ю бригаду морской пехоты города Севастополь. Так получилось, что, когда это всё началось, мать уехала туда, в Севастополь, я остался один. Вот, и они взяли сначала Бердянск, потом Мелитополь, вот, и потом их после этого вывели, вот, как там город, под Армянск. Вот, и мать три дня вот с ними, с ним виделась. То есть днём я был там в бригаде, они там перформировку проводили. Вот. И потом вот ушли на Мели... на Мариуполь. Мы поехали, и всё. Это было 3 марта, да? Это было 6 марта. 6 марта. Это были последние слова, которые мать услышала от сына. 22 марта 2022 года командир 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Черноморского флота гвардии полковник Алексей Шаров погиб от пули снайпера. В памяти родителей, жены, двоих детей, родных и друзей Алексей навсегда останется героем. Не забывает своего героического земляка и в администрации сельсовета. Мы благодарны за то, что вы воспитали такого хорошего, отличного сына Алексея Николаевича, который погиб при защите наших рубежей, нашей великой Родины. Вам за это благодарность от имени жителей Краснокамского района. Вам поздравления передает и глава нашего района, Мустин Рустам Маратович, от жителей нашего населенного пункта села Николай-Береновка. Мы очень благодарны вам за это. Не остается без внимания и Емилина Зяховна, мама погибшего при исполнении воинского долга 20 лет назад в Чечне Алмаза Хаматулина. Ему едва исполнилось 19, когда он получил смертельное ранение в грудь в ходе операции по обеспечению выхода из-под огня и эвакуации раненых товарищей. Мы сегодня поздравили с наступающим международным днём 8 марта матерей погибших наших воинов, которые вот, они, матери проживают у нас в селе Никола-Березовка, Хаматулина Ямилю и Шарову Валентину Васильевну. Мы поблагодарили за воспитание таких хороших сыновей, которые погибли при защите нашей Родины. Мы всегда, как говорится, в взаимосвязи. Вот родителей поздравляем с Днём Защитника нашей Родины, это мужчин. А вот матерей мы поздравляем с Днём 8 марта. Помимо этого, если они обращаются, мы всегда готовы идти на встречу и помочь им, как говорится, в их пожеланиях. В 2007 году указом президента Российской Федерации Алмаз Хаматуллин был награждён медалью за отвагу. Посмертно. Гвардии полковник Алексей Шаров награждён 10 государственными наградами. В их числе медаль Ордена за заслуги перед Отечеством и Орден Мужества. Подвиги самоотверженных защитников Родины навсегда вписаны в летопись Краснокамского района и память земляков.